Привет! Давненько не виделись? Я эту неделю пребываю на такой ностальгической волне и сегодня я принес вам истории о компьютерных играх, которые запали мне в душу еще задолго до того, как у меня появился компьютер, а познакомился я с ними в чудесном заведении под названием, точнее в заведении, у которого было много имен. Игровой клуб, компьютерный клуб, игровухи, компы, как только не называли это место, но если вы достаточно молодые и не знаете, что это такое, то до того, как в каждой семье появился персональный компьютер или игровая консоль, в тех местах и в те времена, когда компьютер был очень таким дорогим приобретением и был вещью не для всех, открывались компьютерные клубы, компы, игровухи, в которых люди могли заплатить деньги и поиграть в компьютерные игры. Это были компьютеры, соединенные в локальную сеть и там играли во всякое разное, собирались, в общем, мальчик, у тебя время и вот это вот все там происходило. Скажу даже больше, это такое лирическое отступление с забеганием вперед, до того, как, собственно, компы стали компами, это были заведения, в которых стояли телевизоры с подключенными приставками Sega Mega Drive или даже Dendy вот на самой-самой заре, до того, как Dendy стала самой популярной и массовой консолью в домах. Ну, не суть. В общем, это игры из компьютерных клубов, которые сильно запали мне в душу, а также некоторые истории, которые вокруг них происходили. И первая игра, Delta Force. Это игра про то, как, собственно, подразделение Delta занимается тем, что в разных уголках мира убивает всяких разных нехороших людей, выполняет задания. Она запала мне в душу тем, что до этого момента я, наверное, не видел настолько реалистичной игры про вот эти вот все перестрелки, про реалистичное оружие. Плюс там был воксельный движок, который обрабатывал огромные пространства. Можно было видеть далеко-далеко, ну, мне тогда казалось, на далекие километры. Или вдалеке можно было в бинокль разглядеть там этих всех человечков. Ну, в других играх такого не было, которые я на тот момент видел. Там Quake был, Doom. В них все было как бы внутри какого-то коридора, внутри какого-то пространства. И далеко не прорисовывалась карта. А здесь игра была, точнее, движок был настроен на то, что он не выдавал какую-то кристально чистую картинку. Все было мутно из-за этих вокселей, все было как-то, ну, не очень четко выглядело, но зато это позволяло прорисовывать на огромную дальность. В этой игре нужно было брать какое-то оружие, идти на какую-то миссию, но я тогда этого не понимал, потому что я учился, наверное, в классе в пятом или в четвертом. И все, что я делал в этой игре, это я прицеливался и во всех подряд стрелял из снайперской винтовки. Причем там прицеливание было сделано очень круто. Я не знаю, почему в других играх это не использовать. Там прицел, когда ты нажимаешь прицелиться, он не на весь экран заслоняет тебе весь обзор, а ты как бы видишь, что происходит вокруг, и в углу экрана сбоку появляется кружок прицела, в котором все увеличено и можно еще лучше прицеливаться. Не знаю, насколько это достоверно, но мне кажется, что настоящие всякие снайперы, они так и стреляют, то есть они не закрывают один глаз, а смотрят одним глазом туда-вдаль, а другим глазом в прицел. И как бы совмещают это все. Но я могу ошибаться, я не снайпер, я в этом всем не разбираюсь, но мне это просто тогда взорвало мозг. Мне показалось это дико реалистичным, просто каким-то безумным реализмом. Я думал, что это просто фотореалистичный реализм. Я постоянно тратил карманные деньги на то, чтобы в эту игру играть, но у меня не было какого-то понимания, как ее проходить. Она вроде бы была даже там какая-то русская версия стояла, но мне все равно было особо непонятно, что делать. То есть я шел там на точку А, на точку Б, потом меня где-то убивали, потом мне говорили, мальчик, у тебя время. И еще отдельный, отдельный аспект этой игры, отдельная ее, можно сказать, маковка, это то, что в ней был мультиплеер. И этот мультиплеер был, ну, незадолго, но до того, как появился Counter-Strike. Я это точно помню, потому что тогда доминирующей какой-то киберспортивной игрой сетевой был там Quake. Вот, и второй Quake, ну и в первый, кстати, тоже даже гоняли. Вот, но Counter-Strike еще тогда не появился, не стал таким популярным. И отдельный вид удовольствия был поиграть в Дельту Форс по сети, когда набиралось желающих расстаться со временем и деньгами, чтобы поиграть в Дельту Форс. Или когда там какие-то моменты, когда свободные компы, можно было с кем-то там присесть поиграть. Мультиплеер там был совершенно безумный, он представлял собой огромную пустую карту, на которой были какие-то вышки, были какие-то горы, в ней ничего абсолютно не было. И побеждал тот, кто первый увидит, найдет какого-то врага, прицелится в него из снайперки и выстрелит. Еще, опять же, задолго до Counter-Strike появилось вот это вот, когда кто-то мониторит чужой монитор, и это становится причиной скандалов и возможным даже изгнанием из игрового клуба, потому что, ну, какой-то все-таки Fairplay, какая-то честная игра там поддерживалась довольно ревностно. Годы спустя я поиграл в Дельта Форс, и она, на удивление, сейчас играется очень хорошо, там довольно реалистично все происходит. Ну, конечно, не дотягивает до каких-то современных игр, а на современных операционных системах она идет вообще, не сказать, что супер хорошо, по-моему, она на 98-й винде только хорошо раскрывается, если это можно так назвать. Но, если вы когда-нибудь захотите в нее поиграть, я рекомендую поиграть, потому что эта игра, ну, она своеобразная, она имеет какой-то свой стиль, которого сейчас нет в современных играх. В последующей части я не играл, я как-то не погружался в эту серию, хотя все время как-то хотел, но откладывал-откладывал, возможно, я когда-нибудь до нее доберусь, сейчас вышла большая мультиплеерная Дельта Форс, но что-то мне подсказывает, что она мне не понравится. Я пробовал поиграть в демо-версию, которая вот открытое бета-тестирование, и, ну, что-то не то, что-то уже не мое. Следующая игра это Dungeon Keeper, игра, к которой я возвращаюсь периодически, периодически в нее играю, но так до конца ни разу не прошел, точнее, Dungeon Keeper 2. У меня на втором канале я начал ее проходить, возможно, если вы подпишетесь, посмотрите эти видео, мы вместе с вами пройдем и доберемся до конца, и узнаем, чем же там все закончилось. Эта игра, если не играли, про то, как нам нужно управлять подземельем, причем злым подземельем, мы выращиваем всяких разных чертей, гоблинов, каких-то злых колдунов. Подземелье нужно строить, выкапывая его в земле, нужно размечать комнаты, и в этой комнате, в каждой появляется здание, которое выполняет определенные функции, призывает определенных монстров. Монстрами не управляем напрямую, их просто отправляем в ту или иную комнату, чтобы они прокачивались и занимались своими делами, и в какой-то ключевой момент, когда мы докопаемся до главного добряка, какого-нибудь там рыцаря или доброго волшебника, мы его сможем нашими чертями атаковать и уничтожить. Эта игра, которая была не похожа на тот момент абсолютно ни на что, во что я играл до этого, она абсолютно меня затянула, и опять же, после Дельты Форс я начал скармливать деньги этой игре, я научился разбираться, что там, зачем нужен курятник, зачем там все это нужно, игра была на английском, никто нормально толком не мог мне объяснить, как в нее играть, но она просто завораживала меня своей графикой, своей атмосферой, этим голосом диктора, который говорил там. И я пытался изо всех сил, пытался понять, и я проходил на удивление далеко, причем у меня там был даже свой сейв, но как бы в игровухах есть такой момент, что за твои сейвы никто не ручается, и поэтому ты мог сохраниться, мог далеко пройти и потом вернуться на следующий день, а кто-то уже затер все твои сейвы, переиграл там, все уничтожил, вот, поэтому мне очень часто приходилось начинать сначала, но я с большим удовольствием в нее играл, и это прям замечательная игра. Следующее, это король, наверное, на тот момент всех этих игровых, всех сетевых развлечений, это второй Квейк, у меня с ним связано несколько дебильных историй, когда набиралось какое-то большое количество людей, все собирались и играли там во второй Квейк, это были сетевые зарубы, чем больше игроков, тем лучше, все старались как-то там друг друга пострелять, а в тот момент я пошел в пятый класс, и у нас была информатика после этих уроков, где нам рассказали, что есть вот С двоеточие, там, потом ДИР, потом вот этот вот ДОС, я не понимал, зачем это надо, я как бы это все, конечно, запоминал, понимал, что можно по файлам, по папкам ходить, но я так про себя думал, алло, игры-то где, как играть-то? Вот, в общем, я разбирался, и после нескольких уроков информатики я возомнил, что я невероятно шарю в компах, там нам рассказали, что есть 95-я винда, вот в ней тут файлы, папки, в ней есть звукозапись, и первое, что я сделал, это я взял и записал вместо обычного сэмпла звукопрыжка, который в Квейке человечек прыгает, он с таким звуком вот так вот делает, вместо этого я записал мерзким своим писклявым детским голоском, прыжок, ну, не только вот, вот как вот в червяках, они когда говорят прыжок, когда прыгают, но только еще в начале была такая дебильная пауза, и в конце была дебильная пауза, потому что я не разбирался, как можно было начать, вовремя записывать на звукозаписи звук, как закончить, и в итоге у меня получился WAV-файл, причем я не знаю, зачем в игровом клубе, вот для какой цели кто придумал, наушники вот эти вот купили гарнитуры с микрофоном, если бы этого микрофона не было, то я бы не испортил на всех компах Квейк. В общем, я открыл сетевую папку, нашел все квейки, которые были в этот момент в игровухах, и вместо сэмпла с обычным нормальным прыжком залил туда этот свой мерзкий прыжок, и через какое-то время я заметил, что я начинаю собирать негатив, что люди как бы недовольны тем, что они слышат вот это вот, а это, причем оно с запозданием, то есть там же прыжок, он короткий, он отрывистый, а ты нажимаешь, потом идет какая-то пауза, потом идет этот прыжок, потом еще какая-то пауза, и ты пытаешься как-то сосредоточиться, и это вызывало максимальный диссонанс, это было просто ужасно, и самое ужасное, что я еще и затер оригинальный сэмпл, вот. Ну и как бы мне собрались и сказали, что, мол, в нашем игровом клубе мы убивали из-за меньшего, поэтому давай-ка, изволь, исправляй ситуацию, которую ты наделал, вот. Ну и пришлось, я не знаю, чем все это закончилось, не знаю, может быть, где-то нашелся CD, из которого ставили квейк, или я где-то в школе на дискете притащил этот звук, но, в общем, я какое-то время прям был озабочен тем, как бы, исправить ситуацию, которую я сам сотворил, и в итоге, ну, в итоге все, как бы, все закончилось хорошо. И я не был бит, и даже не был забанен в этом игровом клубе, но, как бы, у всех осадочек остался, что все думали, ага, вот этого вот не надо подпускать сильно близко к операционной системе и к файлам игр. И второй момент, связанный с квейком, тоже не столько с самой игрой, сколько с баловством вокруг нее, это то, что, помимо того, что там были звуки в открытом доступе, там еще и были в открытом доступе текстуры всех персонажей, и они накладывались, там была прям полная развертка, и она накладывалась на персонажа. Мы с друзьями, и там еще с другими ребятами из этих игровых, мы решили, что это очень смешно и очень классно, это казалось нам вершиной творчества, мы считали, что мы супер-мододелы, что в пейнте бралась эта текстура, выделялось все, кроме глаз на текстуре, и заливалось, и получался типа ниндзя. Вот, и мы красили его потом в зеленый цвет, потом какой-то пояс делали, делали рептилию, там, скорпиона делали, меняли это все. Но на этот раз я был уже умнее, я уже был научен на своих ошибках, я все исходные файлы сохранил в отдельной папочке, далеко там, где-то в глубине компа, чтобы, если в следующий раз кто-то придет и начнется какая-то спорная ситуация, я смог быстро все назад откатить. Но на удивление, с этими скинами прям играли, всем было прикольно, все играли, и как-то в этот раз никто негативить особо не стал. Ну, и я сказал там этим админам, что вот они, исходники здесь лежат, их можно всегда подменить. Ну, в общем, они сказали, ладно, фиг с тобой, короче, ты дурной, ничего с этим не поделай, занимайся там своими делами. То, что связано с квейком, и когда появился третий квейк, когда он стал стремительно занимать нишу главной киберспортивной дисциплины в игровухах, я очень долго этому внутренне сопротивлялся, мне нравился второй квейк, мне был непривычен третий квейк, но потом я к нему привык, и даже стал как-то в каком-то киберспортивном движении, местном, местечковом, локальном участвовать. Но это другая история, потом когда-нибудь я, может быть, ее расскажу. Следующая игра, это The M-Gospital. Она была на PS1, помимо компьютеров там же стояли несколько телевизоров с PS1, потому что можно было в какие-то новинки поиграть, можно было также по сети поиграть в PS1. Это невиданная вообще была вещь, если честно, для меня, что там ребята играли и в Red Alert по сети, и в Army Man, которая тоже мне максимально сильно запала в душу. Ну и, собственно, The M-Gospital, игра, которая, она также, как и Dungeon Keeper от Bullfrog, это более ранняя их игра. Я такого тоже никогда не видел, когда ты в игре что-то строишь, когда в игре к тебе приходят какие-то клиенты, что-то с ними происходит, причем там нужно строить госпиталь, там приходили всякие разные больные, которые были там. Кто-то болел невидимостью, у кого-то была гигантская башка, кто-то там ходил по потолку, кто-то еще занимался какими-то безумными вещами, и от всех этих штук их надо было вылечить, и они за это платили деньги, и на эти деньги нужно было развивать госпиталь. Ну, обычный экономический такой симулятор. И эта игра тоже, я периодически к ней возвращаюсь, потому что она по-хорошему странная, и при этом она довольно-таки добрая, и это я вот в подобных играх как-то со временем стал ценить. И последняя, наверное, на сегодня игра, это легендарная игра, которую играют до сих пор, и играют очень много людей, и до сих пор она в душе у огромного количества людей. Это третий герой, и познакомился я с ними именно в игровухах, и с ними как раз была тоже связана довольно-таки интересная ситуация. Я пришел как-то поиграть, я до этого только видел, как там чуваки играют в этих героев, как они там пытаются какую-то стратегию построить. Вот, и я пришел играть, и был один свободный компьютер, и на него претендовало еще несколько человек, и админ такой говорит, ладно, типа, вы все платите, будете, ну, интересно вам, типа, в героев горячий стул поиграть. Я думаю, какой горячий стул, что к чему? Ну, думаю, ну, давайте. Вот, и я с совершенно незнакомыми какими-то пацанами сел играть, и я в героях понял, что на каждом ходу я могу нанимать нового героя, и этим героям расследовать вокруг территорию, и потом как бы возвращаться к тому, что нанимать нового героя, и у меня ход практически не заканчивался. Он был очень долгий. Я нанимал очень много героев, и всеми этими героями исследовал территорию, и в какой-то момент мне сказали, что если я не прекращу это делать, то меня, возможно, будут сейчас бить ногами, потому что я трачу время, игра не идет, типа, давай-ка по-честному играй, дружок. Вот, и я как бы такой, ой, извините, простите, я не знал. Ну, и в итоге мы рестартанули игру, и нормально, более или менее поиграли. Я продул, потому что ничего не понимаю, выиграл какой-то пацан незнакомый, он был дико доволен, но, тем не менее, вот так вот я познакомился с героями, и потом, спустя какое-то время, я обзавелся свои собственные... Уже когда у меня появился компьютер, я очень много времени проводил, чтобы поиграть в героев, но особо как-то вот к этому горячему стулу, кроме как с друзьями, с какими-то знакомыми, я не возвращался, но сам по себе опыт был довольно странный. Пришли люди, их просто на один комп посадили и сказали, давайте, давайте играйте, сами разбирайтесь. Такие вот истории получились, они, не сказать, что супер какие-то веселые, но при этом они надолго запали мне в душу, и эти игры, они связаны вот как раз вот с этим вот таким временем, когда существовали эти игровухи, которые были, в принципе, таким феноменом, потому что туда всегда можно было пойти, это было место для социализации, это было окном в мир высоких технологий, можно было поговорить за игры, поиграть в игры, можно было пообщаться, там можно было найти как вернейших друзей, так и заклятийших врагов, все зависит от того, как ты будешь играть, и кого выиграл, и кому пропалил монитор нечаянно, и, ну, и как ты себя там ведешь. У меня с этим связаны самые теплые, самые добрые воспоминания, вот такая вот история, возможно, немножко задушнил, но если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, пишите комментарии, рассказывайте ваши истории из игровух, если они у вас были, я с удовольствием все комменты читаю, мне это очень интересно, ну, а на этом у меня, пожалуй, все, до новых, я надеюсь, скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok